Сегодня в утреннее шоу «Запускай на Скайрадио» пришел Дмитрий Непша, и он является обжарщиком кофе. Есть такая специальность, есть такая профессия. Это профессия, да? Доброе утро. Да, доброе утро всем. Да, это профессия, которая началась хобби, стала сейчас уже неким таким проектом уже глобальным, большим. Вот, обжариваем кофе в Эстонии. А где учат на обжарщика кофе? Таких институтов нету, есть какие-то курсы. У каждой компании свои. И я лично учился в Германии на заводе «Пробот», где делают кофейные обжарщики. Ну, ростеры большие. Вот, там был недельный курс. В принципе, меня отправили сюда, и начал экспериментировать, тренироваться. То есть, 4 года заняло, чтобы что-то более-менее сделать свой продукт. Ну, это, кстати, довольно интересный такой момент в плане обжарки кофе. Допустим, когда я оказался во Львове, который считается столицей украинской кофе, там, в общем, даже, наверное, только украинской, а еще и, можно сказать, где-то европейской, потому что такое количество фанатов кофе и такое количество производства кофе в Европе еще надо поискать, не считая промышленных каких-то моментов, для человека несведущего вызывает, ну, наверное, момент какое-то удивление, потому что возникает такое ощущение, если кофе, допустим, в Колумбии, в Кении там или где-то, то, значит, и в Эфиопии его там должны все приготовить, и зерна, которые мы имеем в пакетике, купив его в магазине, собственно, оттуда уже и приехали в таком вот коричневом виде, все замечать. А оказывается, что технология давным-давно ушла вперед, кофе зеленый отправляют через океан, и местные, где-то там в странах обжарщики, начинают придумывать какие-то свои рецепты. Это как-то вот так все выглядит? Да, все верно, на самом деле, это, я думаю, связано с тем, что маркетинговые ходы, что кофе колумбийский, на самом деле, кофе имеет очень важную вещь, такую, что как свежесть, вот, и поэтому, если кофе обжаривают конкретно, так скажем, при клиенте, при заказе определенном, то, конечно, вкус совсем-то совсем другой. Я знаю, что у вас при производстве есть кафе, и туда можно прийти и прямо вот посмотреть, как обжаривают кофе. Да, мы на сайте размещаем именно число и время, когда это все обжаривается, там за окном можно увидеть, как кофе из зеленого, так скажем, зеленого черри их называют, ягоды, да, так скажем, превращаются уже в коричневый. Аромат, наверное, стоит. Честно говоря, аромат очень интересный, пахнет хлебом. Вот, я могу, конечно, рассказать химическую реакцию, как бы, почему это происходит, вот, но пахнет хлебом. А почему? Реакция Майера есть такой французский химик, он открыл такое соединение, когда углеводы начинают, начинают реакцию с белками, вот, и кофе продолжается, поэтому кофе становится коричневым, есть такой эффект, как миноналины, вот, они именно коричневые, и запах такой создается при этой реакции, такой, как хлеб. Кстати, когда пекут хлеб, та же самая реакция происходит. Ну вот, если говорить о том, какой кофе употреблять правильно, правильнее, то существует французский вот этот вот пресс в прозрачных стаканах давит, есть люди, которые просто тупо закидывают в чашку и размешивают, и потом ждут, когда это сам попадет. Есть кофейники гейзерного типа, итальянцы очень любят. Да, такой вариант итальянский существует, ну, плюс ко всему, конечно, классические турки никто не отменял, есть капсульный кофе, столь популярный в последнее время уже тоже машины существуют. Есть подушки, так называемые круглые, вот эти вот варианты, то есть на любой вкус и цвет, что называется. Какой кофе правильный? Да, знаете, на самом деле, я сам по себе не люблю слово правильный, неправильный. Это на вкус, опять-таки, да? Да, это на вкус, то есть, понимаете, там, если мы говорим человеку, который, скажем, не ищет во вкусе ничего, он выбирает, как правило, самый простой кофе, там, те же самые капсулы, быстрее 3 секунды, и кофе готов. А себе расскажи, вот сам. Обжарщик кофе Дмитрий, какой кофе любит? Да, не поверите, но я совсем недавно купил домой кофемолку. Вот, да, я с работы всегда возил по 100 грамм, чтобы кофе не выдохся, говорят, что кофе молот и живет один час, вот. Это правда? Да, да. Вот, но есть один маленький способ, как его сохранить, положить в холодильник, то есть он там может продержаться. А герметичные банки, которые пытаются? Ну, все равно он выдыхается. Нет, а сколько в холодильнике? В холодильнике тоже, так скажем, пик кофе после обжарки, это первая неделя, то есть реально на четвертый день, и, как сказать, моя девушка, которая пьет со мной кофе, начала пить. Она говорит, действительно, кофе там на пятый, шестой день уже другой. Другой вкус. А если говорить о пачках, которые в магазине продаются, вот эти вот брикеты, уже это нормально? Ну, я только что расскажу, я не хочу, конечно, ругать конкурентов, вот, но люди, которые там пьют молотый кофе в вакууме, да, то есть они как кирпичи их мы их называем, то кофе таким, чтобы кофе не выделяло газ, должно пройти год. Ага. То есть, ну, смотря какие сорта есть, твердые сорта где-то быстрее происходит. Ну, может быть, они год его где-то и держали. Ну, Дмитрий, скажите, а я правильно делаю? Я утром молю кофе свежий, и затем делаю кофе, варю его в этом кофейнике гейзерного типа. Этот вкус правильный или нет? Да нет вот такого, правильно, знаете, ну, можете, например, почитать в интернете, очень классную информацию пишут, как там все это химически происходит и так далее. Это очень базовая информация, с которой можно экспериментировать. Вот, с которой можно экспериментировать температуру воды, способом заварки и так далее. Просто надо пробовать, и как бы кофе это такой продукт, он сложный сам по себе, он созревает в виде ягод, то есть его надо еще обработать правильно, обжарить правильно, приготовить тоже, то есть... Понимаешь, что кофе очень разнится в зависимости от региона, откуда он привезен. Вот какой кофе мягкий, какой кофе подойдет человеку, который любит мягкий вкус, какой кофе подойдет тому, кто больше предпочитает такой кисловатый, горьковатый кофе. Я бы еще добавил, почему получается так, что кенийский кофе отличается от эфиопского? А вот, давайте сначала на вопрос Оксаны отвечу. Тут сколько не регион еще влияет, а еще высота произрастания кофе. Чем выше кофе растет, тем дольше зреет ягода, соответственно, там в горах меньше эффекта солнца, то есть корни больше, глубже в почву уходят, и кофе становится зерно намного тверже. И чем тверже зерно, тем, в принципе, кислотность в нем выше. А этим славятся горные местности Колумбии, латиноамериканцы. То есть, брать, например, Индонезию, там меньше высоты, меньше высота произрастания. Кофе становится само по себе, так есть такое понятие, как твердое зерно, вот, оно намного мягче становится. То есть, это связано еще с этим. На ваш, Борис, вопрос отвечу следующим образом, что Эфиопия, это есть такая арабика, подразделение как типика, это вид арабики, кофейного дерева. Вот, оно мутировало естественным путем в течение какого-то времени, когда кофе из типики поехало на аравийский полуостров, поехало на, потом попало в Латинскую Америку, потом вернулось обратно в Кению. Вот, и кофе уже из типики превратился в такой вид арабики, как бурбон. И поэтому оно просто, естественно, путем мутировало. Прекрасно. Я хочу вопрос задать по поводу кофе. Я покупаю просто в пачке, я его открываю, сейчас вот у меня для меня новость, что оно выдыхается, засыпаю в банку, закрываю крышку. То есть, вот у меня он там, я пью столько на выходных дома, и что, значит, он у меня уже умер. Ну, в конце пачки ты уже не кофе пьешь. Ну, нет, кофе все же просто... Не такой ароматный, наверное? Да, не такой ароматный. Не, он пахнет кофе очень хорошо, и на вкус, в принципе, видимо, я не особо разбираюсь. А как тогда с этими пачками-то поступать, если он так быстро выдыхается? Если резко пьешь, меньше пачек надо покупать. То есть, вот эта пачка, а, ну это производителем пачек молоток, да, сразу? Знаете, ну, просто тут мы, например, наше предразделение, он занимается именно спешальти-кофе, то есть, это всего лишь 10% из всего кофейного мира, то есть, которые там самые топовые зерна, самые лучшие там от способа обработки и так далее. А почему не продаются обычные зерна, чтобы человек их дома на сковородке мог обжарить? Продаются. Почему? Да, только квартира у вас будет очень долго вонять, так сказать. Да, там только запах, влажность выйдет, что очень тяжело избавиться от этого будет. Ну, а, в принципе, есть такое, что жарят дома любители. Честно, после этого разговора захотелось выпить чашечку ароматного кофе. Ну, обязательно сегодня выпьем, да. А как вот получается таким образом, что, например, итальянский кофе имеет такое большое количество последователей? А что же... Чисто маркетинг? Да, не то, чтобы... Они же сами не выращивают, правильно я так понимаю? Нет, конечно. Знаете, был случай, что вот прихожу, говорю, вот, я занимаюсь обжарным кофе, рассказываю про свою деятельность, они говорят, о, вы жарите кофе, что в Эстонии кофе растет? Я спрашиваю, а как вы думаете, где она растет? Они говорят, в Италии. Я говорю, окей. Нет, это связано с тем, что эспрессо, кофе, сам по себе культура, она пошла очень удобно и быстро на приготовление. Конечно, если в эфир позволит, я могу рассказать, как это все. Да, Калин, ну, у нас, в принципе, еще 45 минут, так что можно говорить. Да, эспрессо, на самом деле, его сделали на фабрике, придумал владелец фабрики, как можно быстрее, чтобы работники меньше тратили времени на заваривание кофе. И он придумал этот способ заваривания. И очень быстро получилось, что в течение, там, 30 секунд, минуты, там, у человека готовый напиток. Говорят, что он живет там тоже 15 секунд, что ли? Ну, да, говорят так. Я сам, по себе, не любитель эспрессо. Вот, я все же ближе к скандинавской культуре кофейной. Но есть еще круче, есть еще ристретто. Есть, да, да. Который в два раза меньше, чем эспрессо, да. А что это? Более крепкий или маленький? Это соотношение количества кофе, которое было на количество воды, чем... То есть это вообще термоядерно? Ристретто 25 миллилитров. Очень крепкий, да? Это даже один глоток. Да. А вот добавлять молоко, там, сахар, пенка... Ну, знаете, я иногда, когда... Я сам стараюсь кофе мало пить, потому что, скажем, так сказать, когда я только учился, я после работы приходил и до часа меня, так сказать, обвасило. Да, 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 посидел. Да, вообще, конечно, нет, в кофе такой продукт, и можно с ним делать все. То есть и готовить с ним можно сделать и так далее, что я именно веду к тому, что попробуйте сначала разные кофе, потом думайте, что вам нравится, что вам не нравится, вот, а слово правильно, неправильно, ну, или как должно быть, ну, не совсем, как бы... Это дело вкуса. Сегодня в гости в утреннее шоу «Запускай» пришел обжарщик кофе Дмитрий Непша, и он рассказал о том, как правильно жарить кофе, как его пить. А хорошо зарабатывает обжарщик кофе? Только у нас это как хобби. Спасибо большое.